Белгород Белгород является первым из российских городов, который готовится к полному освобождению от российской хунты. На данный момент жители успели вкусить все прелести действий режима Путина на собственной шкуре, однако это только начало того, что будет дальше. Российский добровольческий корпус, вместе с регионом «Свобода России» и сибирским батальоном, готовится к масштабной операции по освобождению Белгородской и Курской областей. Сейчас ведется активная подготовка, во время которой поражаются военные объекты в городах, из-за чего российские боевики, несут серьезные потери. Прикрываясь мирными жителями, они размещают свои штабы и расположение в городской застройке, однако благодаря неравнодушным людям, такие объекты выявляются и накрываются высокоточными ударами. Как пишут российские военкоры, только за 16 марта, они потеряли 12 боевиков, и 20 оказались трехсотыми. В Белгороде во время ударов, было ликвидировано 21 боевика режима. На данный момент Белгород выглядит более пустым, чем обычно, и это хорошо, так как при заходе в город добровольческого корпуса, лучше, чтобы их было меньше, так как контролировать толпу, значительно сложнее. Как мы видим, большая часть людей прислушались к призывам Легиона Свобода России, и покинула город. После оперативной работы по скоплениям сил противника в Белгороде, а также когда город покинет еще больше людей, вполне вероятно начнется операция освобождения. В Белгород зайдут силы добровольческого корпуса, и возьмут его под полный контроль. Вся гора горит. Так, так, как так? Заветок плохо видно. То ли тот ряд, то ли этот. Попала. Вон, скорая поехала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да все, дома нет. Дома нет, бедные люди. Конкретные люди. Ой-ой-ой, там же ж люди. Ой-ой-ой-ой-ой, что же делать, ты погляди. Второй день ровно в восемь. Ой, какой ужас. Господи, как трухануло, как трухануло. На данный момент россияне не могут понять, почему кремлевский режим в новостях не показывает Белгород, где в последнее время стало жить значительно лучше. Улучшения пришли благодаря Путину, который напал на Украину, но полностью облажался. Однако белгородчанам бояться не нужно, скоро легион свобода России всех спасет и освободит, и сразу все наладится. А пока что придется немножечко потерпеть, в то время как будут наноситься высокоточные удары по базам РФ в городе. Вполне вероятно, что потом будет проведен референдум, за выход Белгородской и Курской областей из состава РФ. Белгородчане и курчане имеют право на личное волеизъявление, и если они хотят жить в свободной республике, то они имеют на это полное право. На данный момент регион свобода России уже освободил в Белгородской области несколько населенных пунктов. Только за вчера их было несколько, среди которых Гойковский и Козенко. В обоих поселках были подняты флаги сил освобождения. Таким же Макаром будут освобождены и другие населенные пункты. Все цели поставленных задач будут достигнуты.